Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. В гостях у меня сегодня Марина Болгова, директор клининговой компании «Солнечный берег» и Людмила Христенко, менеджер компании «Солнечный берег». Девушки, здравствуйте! Здравствуйте! Вот кто-нибудь, расскажите мне, пожалуйста, что это вообще за компания такая «Солнечный берег» клининговая? Спасибо, что пригласили. Мы охотно расскажем, что клининговая компания, в общем, это сервис по уборке. Это всё, что связано с уборкой. Это уборка квартир, коттеджей, домов, также офисов, естественно, и заводов, и т.д., и т.п. И очень много-много-много всего. То есть приоритетность сейчас актуальна, поскольку весна – уборка, мойка окон. Очень много звонков. Звонки, пожалуйста, звоните. В жёлтых страницах мы выходим, на сайте везде есть рекламы. Вот, мы рады каждому звонку. Это очень недорого, доступно. Каждый пенсионер с ним может позволить это. И в преддверии Дня Победы, День Победы у нас всегда будет с нами ассоциироваться, у нас идут майские скидки. Пожалуйста, успейте получить заказ 10% скидки. Это только на окна или вообще на уборку? Это на комплексную уборку. Потому что комплексная уборка заключает в себе убрать всю квартиру, в том же время и пропылесосить, и химчистку сделать. То есть это мощные пылесосы, которые убирают пыль и микробы из ковров, из диванов, из кресел. Вот так. А вот расскажите поподробнее про услуги, которые предоставляет компания «Солнечный берег». Но то, что окна помыть, понятно, я уже поняла, да, можно и пропылесосить. Помимо этого, там, посуду помыть, я не знаю, какие ещё варианты бельёк стирать. Ну, вариант, вот, приоритетно, конечно, компания – частный сегмент. То есть это частные заказы. То есть в основном как-то изначально, вот, может быть, это название «Солнечный берег» как-то очень такое интересное. Вот в Рязани этого нет, кстати. Привет городу-герою Новороссийску. Компания, кредитованная в Новороссийске, самая коренная Рязанка. Вот. И поэтому, вот, наверное, кто приходит, я всегда говорю, в «Солнечный берег», никогда тут не уходит. У меня постоянно клиенты на протяжении многих-многих лет, ещё до создания. Сейчас мы пришли к юбилейному году. Это какой? Это нам 5 лет на следующий год. То есть мы к пятилетию должны прийти к определённым моментам таким, чтобы как-то себя ассоциировать и в обществе, и в городе, и вообще в системе клининговых услуг. Вот. Ну, что подробно, значит, весь спектр услуг выполняется. То есть то, что я озвучила по частному сектору, это понятно. Вот. Но ещё есть офисы, которые ежедневное обслуживание мы предоставляем. Затем есть разовые уборки. Вот, в частности, недавно была разовая уборка. 2000 квадратов. Очень серьёзная, да. Людмила, кстати, вот мой менеджер, вот, Людмила Игоревна, вот, мы выполнили очень серьёзную работу, остались довольны. Вот. Вот так вот. Это 2000 квадратов, это полностью была генеральная уборка. Как компания вас называется? Завод битомных изделий. То есть не только домой, но даже на завод. Да, вот, видите, вот поскольку административное здание и производственное. Вот, завод битомных изделий. Кстати, привет, завод. А вот скажите, пожалуйста, ну, кто люди, да, вот, которые приезжают и делают вот эту самую уборку? Потому что, ну, как бы, например, ну, не знаю, люди разные, да, не каждого человека, там, пусть это квартира, скажем так. То есть у них есть какие-то вот... Ну, да, 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 да. Я хочу отметить, мы приглашаем людей с рязанской пропиской, которые, ну, любят уборку, потому что просто так прийти убрать, это невероятно. Потому что все-таки спектр услуг и, так сказать, требования заказчика определенные и без профессиональных навыков человек не может. Но бывает такое, что пока подготовится человек какой-то, может быть, где-то он медленно выполняет, где-то это. Ну, клиенты с пониманием к этому относятся где-то, вот, вот, как-то. Ну, стараемся, конечно, бригадная форма. У нас определенные люди скомпонованы по бригадам, то есть это от трех до пяти человек. Они во главе с менеджером, еще у нас есть бригадир, просто приезжают со своим оборудованием. Как это говорится, труба позвала, мы приехали. Ну, прежде всего, это не труба, это звонок клиента. Клиенты очень дороги для нас, прям большое спасибо, что вы с нами. У меня есть постоянные клиенты, которые будущие. Всем вот большое спасибо за то, что за звонки. Мы ждем ваши звонки. А, вот чаще всего кто, кстати, обращается? Мужчины, женщины, пенсионеры, может быть, не знаю, дети, которым ранее сказали помыть полы, да? Значит так, по производству обращаются мужчины. Директора, начальники производства, да. Вот ветеран войны, кстати, у нас был на днях. Да, ветеран войны, да, это женщины, это, значит, в районе автомобильного училища. Комплексная. Вот, была комплексная уборка, да. Вот Людмила Игоревна как раз вот проводила там, вот она осталась довольна очень. Обещала нам пригласить нас, чтобы мы покрасили ей забор. Вот, потому что клининговые услуги, они определенный спектр моментов, да, но сервис уборки, это и есть сервис. То есть для того, чтобы идти вперед, я, наверное, немножко забегаю в перспективах, да, чем-то, чтобы отличаться от других компаний. То есть в нашем штате работают и электрики, и сантехники. Мы выполняем мелкие работы по ремонту мебели. То есть вот, вот такое вот. Альпинисты. Да, но альпинисты – это высотные работы, они присутствуют во всех компаниях. Это, то есть те люди, которые высотные окна. Да, это присутствует во всех компаниях, они берут как по договору, то есть они в штате не стоят, потому что альпинисты, то есть у них своя компания, у меня есть компания, с которыми я сотрудничаю, партнеры. То есть это даже и выполняют однотипные работы, но тем не менее мы сотрудничаем. А вот что нужно сделать, чтобы приехали и всё сделали? То есть просто позвонить, да, и насколько быстро будет предоставлена услуга? Ну, в течение суток будет предоставлена услуга. А есть моменты, прямо буквально в течение двух-трёх часов. А заранее можно, например, вот можно позвонить сегодня и сказать, что там через три дня хочу, чтобы приехали у вас? Да, это даже лучше. То есть будут подготовлены, будут определённые люди подготовлены, то есть всё будет подготовлено. А вот расскажите о каком-нибудь самом запоминающемся случае. Может быть, что-нибудь такое попросили, что вы там в шоке были? Вы знаете, вот сегодняшний случай, который был, это очень запоминающий. Она долго останется. То есть приехали, посмотрели площади, всё устроило. Но пока проходило время заказа, это пошло больше месяц, цены на услуги возросли. И люди, которые выполнили эту работу, могли бы выполнить заопределённую, они немножечко не рассчитали. Заказчик мы готовы были предоставить, потому что он не захотел. То есть на ту цену, которую я понимаю, что раз заключен договор, то есть бывают моменты, которые как форс-мажор. И мы остались в таком непонятном состоянии. То есть мы приостановили работу, поскольку работа стоит в полтора раза дороже. Ну, неправильно посчитал менеджера. Ну, это не Людмила и Гаврина. То есть, ну, да. Ну, есть, ну, вот так вот. И при выполнении заказа вот так. Непроверены люди на месте. Людмила, расскажите, кстати, вот насколько доступны услуги? Сколько, например, стоит помыть окно? От 350. Именно поэтому наши услуги доступны действительно и для пенсионеров. Учитывая скидки, то это будет доступно абсолютно такие демократичные цены. А комплексная уборка также, она в зависимости от квадратуры, от 5 тысяч. Если раз в год, то, я думаю, это абсолютно демократично. Ну что ж, спасибо вам за чистоту и позитив. И, конечно же, успехов и процветания вам и компании «Солнечный берег». Спасибо нашим зрителям. Напомню, что в гостях у меня сегодня были Марина Болгова, директор клининговой компании «Солнечный берег» и Людмила Христенко, менеджер компании «Солнечный берег». Это программа «Семь минут». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин